Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на моем областном семинаре. Он посвящен изучению народных инструментов на уроках народного музыкального творчества. Сегодня я поделюсь тем, как с детишками мы осваиваем новый материал, изучаем его и применяем сразу на практике. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте! Сегодня мне будут помогать ученики 4 класса. Бортулев Захар, Шевченко Катя, Комаревцева Даша и Немятая Маша. Дорогие ребята, скажите мне, пожалуйста, какие народные музыкальные инструменты вам уже известны? Да, Машуль. Кугику. Кугику, отлично. Еще народная скалинка. Еще? Калинка. Ножок. Вообще, все знаешь. Молодцы. Хорошо. Можно следующий слайд, пожалуйста. Да, вот ты их назвала. Сегодня мы эти инструменты с вами поглубже изучим. Гармонь, балалайка, гусли, кугиклы, калюка и кражок. Хорошо. Сейчас мы рассмотрим с вами гармошку. Можно следующий слайд. Гармошка является одним из самых распространенных, наверное, народных музыкальных инструментов. И как вы думаете, почему? Потому что на нем чаще всего играют. Да, чаще всего на нем играют, потому что он такой яркий, громкий у него звук. И гармонисты были вообще на деревне очень в цене. Под него поют всякие частушки, припевки и ни одно гуляние в народе не обходилось без гармошки. Существует много разновидностей в народных гармошках. То есть вот мы с вами знаем, да, тульскую гармошку. Мы с вами и на уроках ей пользуемся, и мы поем под гармошку. Но кроме тульской существует еще очень много названий. Вот я сейчас вам прочитаю. Например, тальянка, сибирская гармошка, саратовская, липецкая, вятская, елецкая, череповецкая, невская, косиновская. Вы про такие слышали? Нет. Да, как вы думаете, почему именно такие названия встречаются? Да, потому что какие-то из этих гармошек изобрели в том городе. Да, все правильно. То есть изобрели одну гармошку, и потом она в разных областях России по-разному народные мастера ее под себя адаптировали. И вот, например, где-нибудь в Липецке сделали гармошку, и она называется теперь Липецкая. Хорошо. Тульская гармошка у нас есть на следующем слайде. Нет, еще следующий. Угу. Вот она. Хочу еще с вами поговорить про строение гармошки. Верните, пожалуйста. Слайд. Да. Вот у нас такая схема есть. Вот здесь левая часть корпуса, гриб, динари, мель, правая часть корпуса. Но самое главное, про что я вам хотела сказать, это то, что гармошку можно назвать самым-самым теплым музыкальным инструментом. Почему? Ответ на схеме. Как думаете, почему? Найдите слово. Потому что мех, там нарисован мех. Да, меха, у гармошки есть меха. Благодаря этим мехам получается вот этот хороший такой яркий, насыщенный звук. То есть меха растягиваются, набирают много воздуха, после этого воздух попадает в язычок внутри там гармошки и издается звук. Дмитрий Михайлович, поиграйте нам, пожалуйста, и продемонстрируйте растяжение мехов. Спасибо. Увидели, да? Да. Посмотрели. Хорошо. Следующий слайд. Да, вот эту. Отлично. Следующая гармошка у нас идет с вами саратовская. Где ее изобрели? Саратовская. Правильно. Чем она очень сильно отличается? Она, во-первых, маленькая по размерам. Вот тульская у нас вот такая, да, ее в руках, ну, достаточно тяжело держать. А саратовская гармошка, она маленькая вот такая. Бывает вообще вот такая маленькая, бывает побольше, но она прям по размерам отличается. А еще у нее есть колокольчик, вот такой, который при звучании прямо он звучит. Пожалуйста, включите нам видео два раза. Нажмите вот где саратовский гармошка, да. Ой. Так, сейчас мы его закупим. Давайте поможем. Посмотрите на размер гармошки И услышите колокольчик, который там звучит постоянно Слышно? Так Вот у нас этот колокольчик Следующий слайд У нас будет вот этот Следующая гармошка у нас с вами Как называется? Читаем? Придумали ее В Липецке Чем она у нас так сильно Отличается? По внешнему виду Посмотри Потому что она рояльная Рояльная, правильно, прочитала А почему она рояльная? Потому что ее клавиши расставлены так, как на рояльной Да, то есть они длинные Длиннее, чем на тульской И кроме того У нее еще сзади один ряд клавиш То есть они с двух сторон И когда на гармошке растягивают меха Получаются одни трезвучия А ее собирают и получаются другие трезвучия То есть она как будто двухсторонняя Сейчас мы посмотрим звучание Парень, сделаешь, да? Да Липецкой гармошки На 1,40 Вот Видите, клавишек побольше Я сама по размерам Она чуть больше Спасибо Так Хорошо Следующий У нас инструмент Будет Да, включить пару слайдов Мы закончим с гармошками Какие мы с вами разобрали? Тульскую, ребятки Тульскую, Липецкую, Липецкую и Саранскую Молодцы Отлично А теперь мы с вами переходим к струнным музыкальным инструментам Вот какие вы, знаете, назовем Перед вами лежит Кто-нибудь Давай, Катюш Гусли Гусли Балалайка Народная скрипка Отлично Да, мы с вами проходили Сначала поговорим про балалайку Так, ну она у нас видит с треугольника Да, вы с ней знакомы Они бывают обычно трехструнные А еще они бывают шестиструнные Как вы думаете, для чего шестиструнные могут быть балалайки? Ну-ка, Катюш Ну, чтобы звука, типа, нот было больше Вот почти Не то, чтобы нот было больше А объем звучания, чтобы был больше Как будто ты сразу на двух балалайках играешь Погромче немножко Отлично Дальше, следующий инструмент у нас Гусли Так, вот они перед вами лежат Давайте мы тут посмотрим Вот они Гусли у нас бывают двух видов Ну, на самом деле, их еще побольше Но вот два основных Вот эти у нас Ничто вам не напоминает? По форме? О, не вовыше форме Угу Вот это вид Крыловидные гусли Потому что они как будто на крылышек похожи Вот одно Сюда поставишь другое И как будто птичка или ангелочек Такой тык-тык Похоже? Да Угу Так, а еще бывают гусли Следующий слайд Вот, крыловидные Вот, крыловидные И еще бывают густы шлемовидные Следующий слайд Вот посмотрите На презентацию Похожи они на шлем? Да Напоминаю Да И кроме того, они не такие маленькие Они больше Они могут быть по размерам Прям вот в автоферме Человек сидит И там буквально вот так перебирает И они прям такой большой звук дают Следующий слайд Вот у нас видно Но это не такие большие Но все равно, да? Видите, что они больше? Да Хорошо Так Это про это мы сказали А теперь Перечислим Духовые музыкальные инструменты Народные Да, Захар? Калюка Да, мы говорили Там уже, кажется? Да Калюка, кугиклы и рожок Вот сначала мы посмотрим На кугиклы Угу Как они у нас выглядят? В виде трубочек Да? Так Вот они у нас лежат Как они у нас звучат? Сейчас Слышно, да? Услышно Какой у них звук? Давайте подумаем Почему они так называются? Вот такое название Кугикл Оно такое непривычное, да? Какое-то такое Необычное Как вы думаете, почему? Да, Кать? Наверное, название у них такое происходит Где-то такого места Где они появились Появились? Ну, кугиклы Да, где они появились? Вы знаете Да? В Курской области Да, их придумали Еще они не только в Курске встречаются В Брянске они встречаются По-моему, в Укалуге тоже есть Кугиколке Вот Но бабушка, которая на них играла Она говорила так Мне спрашивают Почему кугиклы так называются? Она говорит Откуда я знаю? Вот есть у нас птичка Чибис Она говорит Кулу-кугу Вот и кугиклы назвали Вот так Она рассказывает А еще говорят Что раньше Камыш как-то Похоже назывался И вот так назвали Потому что Кугиклы делали Из сухого камыша Так Давайте послушаем Как они звучат Самое главное Да? Ключи прямо сначала И подробнее Услышали? Там такое Свист Такое Как я не могу это показать Да? Слушайте Это знаете Как это называется Подхвикивание То есть бабушки Дуют В эту Кугиклы Ну 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 Примерно так Как-то Выглядит Да? То есть они пытаются Голосом Подражать птичкам Похоже Это как будто Птичка чирикает Или еле Да Да Давайте Тут следующее аудио Вот там слышно Прямо То есть они не поют Они прям во время Того Как они дуют Они вот это Спасибо Так Скажите мне Пожалуйста Звук у Кугикла Вот как вы его слышите Какой он Напишите его Такой Да Погромче Говори уверенно Ну такой Он такой Птичка Такой Птичка Да? Вот Он прямой Да? Вот мы И намек И чтобы поменять Высоту Нам надо подуть В другую палочку Да? И Что еще? Он Такой Постоянно Меняющийся Да? Потому что Долго особо не подуешь Но это надо много сил предложить Чтобы выдержать одну ноту И это в песне В принципе Не нужно особо Их нужно Менять постоянно Так Следующий инструмент У нас с вами Калюка Следующий слайд Так он называется Сейчас разберемся Почему На что похоже Калючий 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 Твердый Твердый Такой крепкой Твердый 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 Потоком воздуха И музыканты Которые Очень хорошо На них играют Сейчас мы услышим Они прям Такие мелодии Выигрывают Очень такие Искусственные Включите пожалуйста Аудио Слышите Шустро Да? И очень удобно Здесь тянуть Звук Долго Держать Или на калюку И одно у нас там Видео Ой Аудио Да Услышали Следующий инструмент Который Вы назвали Рожок Опять же Почему он так называется Из чего сделан Даша? Может быть он сделан Из рога Правильно Мы видим Да? Смотрите Это рог Корова Или быка Он спилен И внутри его Вычислили Высушили на солнце Поставим Деревянную Сюда Частичку Эту трубочку Такую Сделали в дырочке И у него Очень такой Хороший звук Получился Насыщенный Громкий Сейчас мы послушаем Рожок По-другому Называют Желейка Еще Запомнишь слово Желейка Да Рожок Он считается Пастушьим Мужским Тоже инструментом У нас на кугиклах Играют Только женщины В основном На калюке Играют Кто? Мужчины Да И на рожке Тоже играют Мужчины Вот на рожке Почему мужчины играют? Потому что Это пастушь инструмент Пастухами Кто были? Мужчины Да Они собирали Коров Овечек Всех на свете Вообще И Очень много Есть Наигрыши Они сигнальные То есть Пастух Берет рожок Играет Выигрывает Такую красоту И коровы Слышат этот звук Они настолько Привыкшие К этому звуку И просто Они берут И собираются К нему в стадо То есть С помощью этого инструмента Он управлял Животными Вот Давайте послушаем Как он звучит Запоминайте Это балалайка И сейчас вступит дальше Рожок Слышите Гром Такой крепкий Пронзительный Да Замок у нас Играет рожок Играет рожок Играет рожок Играет рожок Играет рожок Спасибо Так Инструменты Главные мы с вами Изучили Хорошо Теперь мы с вами Перейдем к наигрышам Ну вы знаете Что такое наигрыш Расскажите Кто вам расскажет Давай Маша Расскажи нам Что такое наигрыш Наигрыш Это то есть Громче говори Это мелодия Которая играет На музыкальном инструменте И ему есть Определенное название Да Да Наигрыш Самый распространенный У нас Барыня Матаня Это вот прям Самый известный Который вам С которым вы знакомы Отключите пожалуйста Дальше слайд И вот мы сейчас С вами получим Чтобы вы могли Различать Барыню От мотания Включите пожалуйста Нам Барыню Что Какие инструменты Вы услышали Успели услышать Успели понять Да Балалайка Там была Хорошо Кукикла Там были Балалайка Бакукикла И эти Скрипки По-моему Там Грады А Наигрыш Барыню Мы сейчас С вами получим Под нашу гармошку Дмитрий Михайлович Сыграйте нам Пожалуйста Барыню Слушайте мелодию Барыня Барыня Сударыня Сударыня Барыня Барыня Знаете Вот давайте Мы сейчас Постараемся Его Попеть Под наигрыш Дмитрий Михайлович Барыня 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 Хорошо Молодцы Запомнили? Да Вы знаете частушки барами Да? Вы выучили? Хорошо Нашли частушки И сейчас мы с вами постараемся частушки спеть про барыню. Хорошо? Да. Мы как делаем? Сначала припевчик «Барыня, барыня» рефренд этот, потом в каком порядке будет? Катя, Захар, Даша, Маша. Запомнили? Да. Барыня, барыня, потом Катя, барыня, барыня, Захар, барыня, барыня, Даша, барыня, барыня, Маша. Хорошо? Не волнуйтесь, я вам постараюсь помочь. Давайте. Парыня, барыня, сударыня, барыня, Парыня, барыня, Сударыня, барыня, А барыня угорела, но в сахару поела, А ты моя барыня, барыня, Сударыня, барыня, Отлично. Парыня, барыня, сударыня, барыня, Парыня, барыня, Сударыня, барыня, Девок много, девок много, девок некуда девать, Соберу я их в телегу и поеду продавать. Паренья, паренья, сударенья, паренья, 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 Саржа, паренья, паренья. Паренья из Ростова шла видеть на Льва Толстого, А другая из Орла неизвестно куда шла. Паренья, паренья, сударенья, паренья, 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 сударенья, паренья. Дай мне чай, дай мне чай, а я чай не хочу, За окном стоит мальчишка, поднаходиться хочу. Паренья, паренья, сударенья, паренья, 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 сударенья, паренья. Отлично, молодцы, запомнили мелодию точно, да? Хорошо. Следующий наигрыш у нас МОТАНИЯ. Не, не надо нам отвечать. Дмитрий Михайлович, играешь просто МОТАНИЯ. В МОТАНИЯ тоже есть такой припевчик специальный. РАЙ РАЙ РИ НА НА РИ НА РИ НА РИ НА НА. Повтори слова. РАЙ РАЙ РИ НА НА РИ НА РИ НА РИ НА НА. Отлично! Та же самая схема. Сейчас попоем просто его под наигрыш. Постоянно РАЙ РАЙ РИ НА НЕСКЛУКО РАС. Спасибо! Хорошо! Честушки ПРОМОТАНИЯ, кто какие выучил. Скажите словами. Давай, Хать. Мотаня, мотаня, ругается маманя, ругается броняца, не даёт знакомиться. Чудесно. Умотани двери сняли, все окошки выбили. Жалко, жалко мне, мотаня, сироту обидели. Даша? Не помню, сдавай. Ты можешь держаться, посмотри. Маш, давай. Умотани двери сняли, никому убили, а мотани только знали, никому не довели. Хорошо. Так, Даша, что там? Яма Танечку запела, моё имя узнают, улыбнулась и сказала меня Даша. Чудесно, частушки нашли, молодцы. Мы сейчас с вами и постараемся спеть вот на верши. То же самое. Рай, рай, ри, на, на, частушечка, рай, ра, ри, на, на, частушечка. Хорошо? Да. Молодец. 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 Барыни просто мы с ними готовили, мотанию они сами выучили и сейчас первый раз пили. Вот, молодцы. Молодец. Дальше мы с вами перейдём на вершу. Тимоне. Так, видео нам надо включить. Мы его посмотрим. Как вот танцуют и поют. Открыть. Угу. Играет музыка. Играет музыка. Тя. Ага. Так, что мы с вами тут увидели? Во-первых, группа музыкантов, да? Какие вы увидели инструменты? Называйте. Куб гиглы, народная скрипка. И там еще рожок был. И балалайка. То есть вот этот набор обычно в тимоне используется. А потом тимоне, это вот как в Синайдаже, барни, это можно назвать частушки, можно назвать барню пляска. То же самое тимоне, это и частушки, и пляска. Все знают, что сыграет тимонию, и есть определенный тайность под этим тимонию. Так, дальше что я вам хочу про тимонию сказать. А, частушки я вам задавала, вы уйдете про тимонию. Есть? Да. Прочитайте тоже, скажите, какие вы нашли. Давай, Катюш. Тимония, тимониюшка, невеликая неволюшка. Серая ворона летала, широко рот развивала. Чудесно. Так, давай, заходи. Из колодца вода льется, весело тимония смеется. Тимония мужик небогатый, по их англеску треватый. Молодец. Тимония мужик небогатый, тимония мужик тароватый. Поселили лен за рекою, уродился лен с бородой. Отлично. Тимония, тимонишка, почерявая голодушка. Катерина друг повязала, Катерина правду казала. Молодцы, подготовлены, да? То есть у нас получается в мотании, у нас частушки про мотанию в основном, да? Вы все подобрали, что-то там с мотанием происходит. В барыне, про барыню. Да. В тимонию, про тимонию. Как вы думаете, только могут быть частушки по названию или можно любые тексты подоставлять? Любые. Любые, конечно, да. Главное под музыку правильную, да? Да. Хорошо, молодцы. Дальше. Давайте с вами включить следующий слайд, что у нас там. Вот, припевки под наигрыши. Есть у нас две разновидности. У нас частушки, которые вы знаете, и страдания, читаем на доске, да? Вот частушки, они у нас встречаются, что они веселые такие и произносятся быстро, часто, да? Поэтому у нас слово частушка, а есть страдания. О чем они? Да, Маша? О страдании, да. Они разделены любви. О море, они счастливы. Да, ты читай, да? Вот. То есть, да, в них поют. Слышать шуточный текст. Да. Ну, иногда, но сначала шуточный текст. То есть, пострадали-пострадали чуть-чуть, а потом спели про что-то там веселое, смешное. Надо жить дальше. Хорошо страдать у печки, ножки в тепленьком местечке. Где тут страдание? Ну, просто такой вот веселый мотив, да? Да. Погрутили-погрутили и жить дальше. Конечно. Хорошо. Теперь, для чего мы с вами слушали все эти наигрыши? Мы сейчас с вами проверим наше знание. Мы послушаем угадайку. Я вам буду включать музыку, а вы будьте угадывать, какой это наигрыш и какие там инструменты. Дмитрий Михайлович, напомните, пожалуйста, парню. Мотаем. Мотаем. Хорошо. Ну что, готовы, да? Кто первый поднимает руку, кто-то отвечает. Хорошо? Да. Слушайте внимательно. Дмитрий Михайлович, напомню. Да. Дашь первый опять, давай. Это балалайка. Балалайка. А наигрыш? Да. Давай, Катя. Мотание. Мотание. Что согласны? Да. Молодцы. Я свою частушку напела. Мне так было проще показалось. Ага. Так. А вот это? Захар. Это мотание. Есть гармошка. Есть гармошка. Хорошо. А что еще там есть? Катя? Балалайка. Молодцы. Хорошо. А вот здесь? Захар. Тимони, мне кажется. Ну да, мотив Тимони есть такой, да. Но он тут без балалайки. Маша? Барнир. Барнир. Тимонь, правильно. Захар, правильно. Там есть валюка. Калюка, а еще? Калюка. Калюка. Здесь нет. Кугикла. Здесь нет. Здесь кугикла. А еще? Я почему-то разговариваю. Слушайте. Да, рожок, правильно. А еще третий инструмент? Вы тоже знаете? Катя? Если ты наигрыш не молит, там скрипка должна быть. Правильно. Положите, ты правильно судила. А слышите скрипку? Тихонько-тихонько она там наигрывает. Слышите, да? Хорошо. Ты, а вот это? Захар, ты. Давай. Барнир, балалайка. Отлично. А, еще? Еще дальше. Скрипка. Скрипка, хорошо. А еще? Маша, давай. Бубен. Бубен, отлично. А еще? Сначала слушайте. Бладкий название. Скрипка название. На ножку, слышали? Тормозь, что-то барабанит. Ну, Бубен, сначала с Бубен стал, и потом гармошка вступила. Так, хорошо. Вот это что? Это Матаня. Чудесно. Матаня, кого Матаня? Это Тимоля. Угу. Заспорю. Ну, блин. Все, запоролы. Это Тимоля. Вот это что? Захар. Захар. Тимоня? Нет, тут нагиши нет. Тут инструмент. Вы сидели, послушали? Барабаню и Матаню? Я уже слышала барабаню. Молодец. Так, инструмент. Какой здесь инструмент? Да, Даша. Кукиклы. Кукиклы, и все. Как еще это называется вот это? Мелкни, голоса, когда мюл-мюл делают. Кто-то запомнил сроком. Лично. Подхвикивание. Повторите. Подхвикивание. Ага. Так, ну давайте последнее. Что-нибудь. Что-нибудь вот это. Матанья. Дахар? Матанья. И там трещотки еще вроде были. Молодец. Правильно. Ты мотанья. Ты всегда говоришь, что это мотанья? Да. Ага. И там трещотки. Да, я сама не знаю, что это за инструмент. Такое трещотки. Трещотки. Отлично. Так, ну в заключении мы с вами сейчас еще проверим, как мы все усвоим тему. Мы сейчас включим проектор и разгадаем с вами кроссворд. Вот таким образом у нас с вами выглядит кроссворд. Здесь будет 10 вопросов, которые мы увидим дальше. Вот мы с вами видим вопросы. На каждый из них мы отвечаем и вносим в табличку. А вот таким образом выглядит у нас уже разгаданный кроссворд. И по центру мы видим ключевое слово – балалайка. Ну вот и завершился мой методический семинар по народному творчеству. Я сегодня поделилась своим опытом, практические советы дала, как можно изучать новый материал с максимальным включением детей в новую тему и с максимальной усвояемостью материала детьми. На протяжении четырех лет работы я выработала свою систему, которой придерживаюсь и которая дает хорошие результаты. Эта система выглядит следующим образом. То есть сначала мы теоретически узнаем материал, изучаем. Мы почитали об инструментах сегодня, узнали особенности какие-то. Дальше принцип наглядности. Мы смотрим, как они выглядят. То есть может быть наглядные пособия, картинки всякие. Плюс у меня есть эти инструменты, мы их потрогали, пощупали, послушали, как они играют. Плюс у нас проиллюстрировал гармонист, звучание реальное, гармошки. Мы слушаем наигрыши, аудиозаписи на разных инструментах. И затем идет практическое применение этих навыков. Я дала задание выучить частушки детям. Они дома нашли частушки, выучили. И мы на уроке прямо спели под наигрыши. Тем самым практически применили вот эти знания полученные. И затем у нас идет закрепление знаний. Каким образом? Здесь у нас присутствовала угадайка и кроссворд. Угадайка очень хорошо позволяет узнать, как дети запомнили, как у них процесс запоминания сработал. Для меня важно здесь, чтобы они отличали тембры инструментов, отличали наигрыши. Они это с успехом продемонстрировали. И дальше кроссворд. Кроссворд очень хорошо помогает именно активизировать игровую деятельность детей. И они с таким восторгом и включением ищут ответ на вопрос, тем самым подключая процесс вспоминания и тем самым закрепляя информацию. То есть они вспомнили, что мы выучили, нашли правильный ответ. И эта информация с ними останется. И дальше, что я еще могу дать на уроках, если мы проходим не инструменты, да, может быть, обряды какие-то. Я часто даю задание нарисовать, проиллюстрировать тему. При этом при прохождении этой темы я не даю картинки. То есть мы проходим это все. Может быть, какие-то картинки природы отвлеченные я могу дать. Но именно вот как образ обряда у них, у самих детей сложился, я это смотрю на иллюстрациях. И еще, когда мы проходим всякие жанры, там детские колыбельные, может быть, обрядовые песни, масночные, веснянки, заклички, мы проходим же тексты, изучаем тексты. И домашнее задание я даю сочинить самим весняночку, может быть, какие-то масночные попевочки, что с успехом дети демонстрируют. Я надеюсь, что мой опыт был полезен преподавателям фольклора. И думаю, что мой опыт поможет в работе именно грамотному, хорошему усвоению материала. И эти знания останутся с детками на долгие-долгие годы. Продолжение следует...